Здравствуйте, друзья! У нас в студии гость в нашей рубрике «Интервью с блогером». У нас блогер зовут Юля. Юля, расскажите пару слов о себе. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я приехала в Лос-Анджелес 6 лет назад. Кто из вас не видел моей истории на моем канале, хочу сказать, что я приехала сюда с женихом, будучи прожив с ним уже три года, приехала строить сюда семью, но по некоторым обстоятельствам все рухнуло, и я осталась одна с сыном, выживать в Лос-Анджелесе, и могу сказать, что успешно я выжила, поборов, поборов, как сказать правильно? Победя! Победя, да, все трудности. И в принципе, почему я согласилась дать это интервью? Потому что моя задача, вселить в вас друзья, мои дорогие, не то что надежду, а силу, силу духа. И я хочу сказать, что если я смогла это сделать с маленьким ребенком, без знания языка, без документов, то и вы подавно сможете это сделать. И в принципе, наверное, это интервью для тех, кто собирается ехать за границу, США в частности, и я надеюсь, что оно будет кому-то полезно. Я извиняюсь, этот вот кавалер, как бы личная жизнь, то есть у него планы изменились как-то, да? Или это... Вы знаете, я думаю, что у него не то, что изменились планы, понимаете, мне всегда говорили, чтобы проверить человека, надо попасть в какие-то экстремальные ситуации с ним. Пока я жила с ним три года в Севастополе, у нас экстремальной ситуации не было. Была квартира, была работа, были деньги, то есть все было прекрасно. И вот мы попадаем в Америку, где, естественно, случаются экстремальные ситуации, и человек просто, ну я могу сказать, что он сломался, я думаю, передумал, он понял, что это очень тяжело с собой еще взять женщину с ребенком, и не имея постоянной работы, постоянного жилья, и еще плюс надо что-то делать с этим ребенком, его везти в садик, его кормить, то есть что-то делать со мной. Я думаю, что поэтому как-то у него такой щелчок, и вот, ну, сдали нервы, наверное. Я понял. Я-то что хотел, я, знаете, как, я-то думал, сейчас вы что-нибудь скажете, а я вам скажу, ну и с чем же он остался-то, вот, небось, ходит локти кусает. Вы знаете, с чем он остался? Дальше, дальше, дальше интереснее будет. После того, как я от него ушла, я попала в приют для бездомных мам с ребенком. В шелтер прям? Да, в шелтер, то есть около года, вообще, вот, если суммировать, где-то год я провела в шелтере, он, этот человек, нашел меня, и он просил, умолял просто вернуться, естественно, он понимал, что он сделал большую ошибку, но как бы уже было поздно. И спустя три месяца, ровно три месяца, этот человек едет в Киев, находит себе жену, невесту, женится на ней, через год привозит ее и поступает с ней точно так же, как со мной. То есть, уже, знаете, мы подружились с этой девочкой, как бы ирония судьбы, и я нашла ее, то есть, я узнала, что случилось с ней, то же самое, что со мной, и она осталась на улице без языка, как слепой котенок, то есть, я ее нашла там через каких-то знакомых и привела ее к себе в дом. Она жила у меня и стала ее поддерживать. И она рассказывает мне историю, это полностью про меня, и мы с ней поняли, что человек, наверное, просто имеет какую-то проблему психологическую. Послушайте, я вот только хотел уточнить, значит, вот вы приехали с ним вместе, у вас какой-то был легальный статус или вы должны были еще этот вопрос тоже решать? У него был легальный статус грин-карта, 10 лет он собирался получать гражданство, а у меня была виза, он меня уже, мы с ним вместе ездили в Америку, да, в последней поездке два раза, я спортсменка, у меня по фитнесу здесь должны были быть соревнования, и я ездила вот как бы для этого. И то есть, мы так решили, что мы не будем делать визу невесты, потому что это очень долгий процесс, и там придется нам, знаете, очень долго быть отдельно. Потому что он не гражданин, то есть, если бы он был гражданин, было бы быстро. Да, 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 он уже должен был это все делать, и мы решили просто, я приеду, и мы поженимся, вот мы пошли к пастырю, назначили аппоинтмент, то есть, купили кольца, то есть, мы собирались все сделать это здесь, в Лас-Фегасе. И вот так вот, в принципе, у меня была виза, у ребенка и у меня. Ну, подождите, то есть, вам, на самом деле, когда вы с ним расстались, пришлось еще каким-то образом проходить процесс легализации? Конечно, так после этого, когда я с ним рассталась, у меня появился другой мужчина, то есть, прошло много времени, какое-то количество времени, и у меня появился другой мужчина. Это, конечно, это другая история, то есть, у меня это, знаете, так вот, волнами можно снимать кино. Вот смотрите, допустим, что случается это с женщиной, да, вот, допустим, что случилось со мной. Я прожила какое-то время в шелтере. Первое, что я должна была делать, это искать работу. У меня только была одна мысль, найти работу, потому что я была абсолютно без денег. То есть, я только хочу уточнить, вот в шелтер вас взяли для, там, для людей с детьми, независимо от того, что у вас не было тогда легального статуса. Абсолютно. Я оказалась на улице, вот, я хочу здесь, знаете, что уточнить? Вот для девочек, во-первых, очень много девочек в такой же ситуации, как и я. Вот сейчас, в данный период, очень много. Вот наши зрители, они даже не представляют, сколько много девочек, даже по визе невест и по визе жены находятся в такой ситуации. Когда я в это все окунулась и посмотрела, какие насилия происходят с такими девочками, это, это просто страшно. Насилие, в смысле, что их бьют, что с ними делать? Не только бьют, там происходит все, что угодно, с пистолетом держат около риска в подвале по полгода, то есть, это я лично видела этих девочек своими глазами, лично. То есть, когда я сделала свое интервью на своем канале, очень много осуждений было таких, там, о чем ты думала или что ты хочешь вызвать жалость. Вот я вот сразу хочу предупредить, жалеть меня вообще не надо. То есть, я очень сильный человек, я не об этом, не о жалости. Но, увидя то, сколько девочек страдает, и знаете, что эти девочки говорят? То есть, я стала вести такую группу поддержки для девчонок, волонтерством заниматься, то есть, поддерживать таких девчонок. И они мне говорят, Юля говорит, ты сильная, ты смогла уйти в никуда, как ты ушла без денег и без языка? Я говорю, потому что меня обижали, я ушла. Говорит, а мы не можем уйти, нам страшно. И они сидят, и их насилуют, и их бьют, и их держат там без еды, без воды и так далее и тому подобное. А чем аргументируют это они? Мужья американские, американцы русские, американцы, американцы, неважно, они держат их тем, что они говорят, я сейчас пойду в полицию, и я скажу, что ты занимаешься проституцией, или я скажу что-то еще, то есть, я гражданин, мне поверят тебя посадить. Это часто, да. То, что вы сейчас сказали, вот это запугивание, это обычное дело, да. Послушайте, я вот, мой кейс вело несколько адвокатов, то есть, пока мы с ними общались, они мне показывали просто такие доводы, говорили мне о таких девочках, как я, их просто десятки. Только об этом не говорят, потому что какой нормальный человек об этом рассказывает. Вы знаете, тут меня насилуют, или я поехала в Америку, там за счастьем. А зачем жену-то насиловать? Она же вроде и так твоя жена, а чего я насилую? Ну, это уже, мне кажется, психологические проблемы, потому что вот второй муж у меня, который здесь уже был американец, то есть, как я в приюте сейчас продолжу, стала искать работу, поскольку я фитнес-тренер, мне попался человек, которому нужен был сервис фитнес-тренера. И как, вы знаете, так мы раз и сошлись, и он говорит, ты мне можешь помочь? Я говорю, могу, конечно же, помочь. И мы стали вместе работать, то есть, я стала ему помогать. Он мне помог приехать в Лос-Анджелес, снять квартиру. И как бы мы работая-работая, он превращается из такого толстого, бесформенного в красавца, и у нас завязываются с ним отношения. И он мне говорит, что он влюблен в меня, и, в общем, столько я ему всего хорошего сделала, не могла бы я стать его женой. Единственное, конечно же, сразу страх, потому что ты только распрощался, то есть, у тебя был такой, ну, уже хоть гражданский брак, да, но тут второе. Но, видя, как человек хорошо ко мне относится, сколько он сделал для меня и для моего ребенка, я все-таки тот человек настолько позитивный, который верит в лучшее. Вот многие, вот меня называют наивной, и многие девчонки сказали, ты что, после такого брака, да я в жизни бы замуж не вышла. А я нет, я всегда верю в добро, я всегда верю, что, ну, окей, этот плохой, следующий будет хороший. Я никогда не говорю, что, ой, мужики, козлы, потому что вот этот так себе поступил. Но это неправда, я это никогда не говорю. Я всегда верю, есть хороший мужик для меня. Да, сто процентов. И вот хороший мужик для меня попался второй. Я думала, думала пять месяцев, думаю, что мне делать, думаю, ну, так, вроде так у нас все хорошо. И согласилась выйти замуж. Как только я выхожу за него замуж, вот это вот просто комедия, человек полностью меняется в том плане, он говорит, дорогая моя, вот я плачу, я и танцую. Ребенка твоего ненавижу, чтобы он был в комнате, ты полностью под моим присмотром, то есть там нанимаются детективы, просматривается компьютер, по дому жучки, то есть я превращаюсь в его куклу. И он, собственно говоря, так и заявляет, ты моя кукла. Нет, ну это больной на голову человек. Ну вот, знаете... Это больной, это психика какая-то нездоровая. То есть все спрашивают, почему именно все вот на тебя? Я считаю, знаете, что я прошла свою школу, то есть вот это вот, вот эти трудности, они из меня сделали человека и выточили меня просто вот как вода точит камень, потому что если бы не эти люди, я бы не стала тем, кто я сейчас. Полностью поменялось мое мировоззрение, мое сердце, полностью все поменялось. И, в общем-то, так случился у меня второй брак. Я прожила с ним, вот мы около года просто встречались... Погодите, это вот он второй брак? Да, да, да. Чок-чок на это вот этот второй брак. Да, в Америке, да. И мы встречались с ним, и вот мы поженились и прожили ровно месяц, и я ушла. Он мне сказал, что или ты отстаешься, у тебя есть все, но ты живешь как-то, ты живешь в золотой клетке, или ты можешь уходить. Естественно, что я ушла, потому что я не приемлю. Юленька, я так забегаю вперед, но сейчас-то вы в этом смысле как? Сейчас все хорошо, все прекрасно, нашелся еще. Так, так. Все вот пять лет я замужем, и замечательный человек. За американцем? Нет, нет, за нашим. За нашим, так, хорошо. Да, у меня американцев, как американцев-американцев никогда не было, хотя были желающие, но почему-то меня тянуло всегда к своим, поговорить, как бы по душам. Просто вы когда сказали, что они вас там жалели, или там что-то, я хочу сказать, вы настолько не вызываете никакой жалости, вы... Вот я тоже думаешь. Я могу сказать, я может быть уже такой дедушка, но вы восхищение вызываете, я на вас смотрю, вы что? Господи, как же вас жили-то, вы такая... Как-то мне не очень, да, когда мне жили, то есть на какую-то... Шикарная такая. ...чтобы пожалеть. Нет, на самом деле нет, только вот моя цель предупредить, понимаете, потому что ведь я же поехала в Америку не для того, чтобы вот все эти авантюры, да, через себя пропустить, а для того, чтобы строить семью. Моя цель всегда была, это иметь хорошую семью, я поехала за любовью. Но раз случилось такое, что случилось, то есть, ну окей, надо как-то из этого выкарабкиваться. И вот в итоге я после второго этого мужа, я опять-таки уже ушла в шелтер, и очень долго жила в шелтере. И уже из шелтера, когда я уходила, я познакомилась с парнем, который младше меня, и он помог мне просто выйти из шелтера. И вот мы пять лет вместе, и у нас прекрасная семья, я полностью счастлива. А вы больше деток не заводили? Нет, не заводили. Но планируете? Мы планируем, да, но знаете, как бы вот эта вот жизнь американская засасывает, кажется, что все некогда, нет. Нет, ну мужчина, ему же тоже детки, ну как же. Да, конечно же, конечно. Это ему нужно пока что, поскольку здесь в Америке, мне вот на данный момент мне 35 будет в августе, и поскольку как бы здесь еще вроде в 40 как-то ты тоже. О, давайте вас поздравлю, мы же уже в августе, вот где-то вот вы. Да, в августе будет. Говорит, что вот там вы девочкам говорите, там надо уходить, а они говорят, ты сильная. Юля, вы сильная. Вы сильная. Вы, может быть, там попадете в 5% там, скажем, сильных, по силе, потому что вы не тривиальная абсолютно, вы не, как бы сказать, вы не средняя. То есть и в шелтере, и с нелегалкой, и где-то там подрабатывать. Может быть, а вы именно спортсменка, спортсменка, то есть вы там, ну, то есть для меня фитнес, как бы это не столько, может быть, спорт, сколько больше вот здоровья, там как-то, я просто не очень, не очень понимаю там соревнования по фитнесу, но, но все-таки если вы занимались до этого каким-то именно спортом, спортом, то есть были там мастером спорта там в чем-то, например. Нет, я никогда. Я 17 лет попала в тренажерный зал и стала свою спортивную карьеру строить как фитнес, как фитнес-инструктор, фитнес-тренер, и вот 17 лет уже я преподаю и доступаю. То есть ты как-то любишь? Я понял, просто люди, которые в спорте, как бы там как-то добивались чего-то, они обычно очень болевые и упертые, их не своротишь ни с чего. То есть как бы спорт развивает очень много таких качеств боевых. А вам вот в фитнесе, например, вам приходится через «не могу», через вот… Конечно, конечно, через «не могу» каждая тренировка и соревнования через «не могу». Вот я веду второй еще канал, помимо «Жизнь в Голливуде», у меня второй канал спортивный, где я тренирую девчонок и ребят, то есть мы достигаем каких-то успехов, мы делаем марафоны. Это каждый раз всегда борьба, даже я себя пинаю, давай иди занимайся. А дедушек вы берете? Конечно, всех берем обязательно. А то я вот как-то брошенный такой, нет никакого тренера по фитнесу и думаешь, вот так еще вроде не такой старый, а все как-то, понимаешь. Нужна мотивация, надо себя мотивировать. Это правда, но я не знаю, я как-то вот пошел, ну, ходил в джим и там женщина, ну, такая, вроде бы, казалось, будешь соображать, ну, там лет, ну, 47-48, так она профессионально вот этим занимается и все. И она мной занималась, ну, то есть там есть там платная услуга, там когда у тебя индивидуальный тренер, и она мне там положит вот так делать, положит вот так делать, там я в общем все делал, и кончилось с тем, что мне чуть-чуть операцию не пришло сделать на плечо, значит, и когда я попал к врачу, рука вообще перестала двигаться, я когда попал к врачу, у меня гидрокортизон там пару раз укололи, и так оно ушло, но она говорит, понимаешь, она говорит, врач, у меня таких как-то, 10 в день приходит. И когда мужик за 40, то вот, я не помню, там конкретно, он говорит, вот такие движения можно делать, а вот такие уже нельзя, потому что там какая-то косточка, она куда-то там растет, она что-то ущемляет, и там, и так далее, и я уже думаю, ну, как же так, ну, если ты уже профессионал, если ты уже деньги берешь, если уже, ну, как так? Ну, бывает и вот так вот. Ну, да, ну, да, я с тех пор как-то от них шарахаюсь, особенно когда 20-летние, эти-то вообще, понимаешь, ну, вот что они тебе там сейчас? Ну, всякое бывает, конечно же. Я вот тоже здесь заканчивала колледж на массаж терапевта, и тоже встречалась, я лично ходила к профессиональным массажисткам, которые мне выламывали там руки, тайские, шеи и все остальное. То есть, ну, бывает такое. С дуру не надо, естественно, потому что тоже мне многие пишут 50 лет, вот хочу, через два месяца и так. То есть, с дуру можно столько наломать дров, естественно. Давайте я вас спрошу, ну, вот как человека из фитнеса, да? Вот я заметил, что последние лет, ну, может быть, 15, ведя абсолютно тот же образ жизни с точки зрения подвижности, с точки зрения питания и всего чего угодно. Вот я набираю вес потихоньку. Ну, скажем, за 15 лет я, наверное, килограмм 10 накинул. При том, что я такой, не безумно толстый, но все равно, что на себя лишнее оттаскать, мне не хочется, мне не нравится это все. И, а я ничего не делал такого, я не позволяю себе больше, чем всегда, вот тот же самый человек, больше того, скажем, пять лет назад, если я за выходные там пошел два раза в ресторан, ну, случилось. То есть, за следующей неделе там все эти 8 паундов у меня уходили легко. А сейчас не уходят. Значит, вы вот, я понимаю, конечно, я не то, что там в единственном, так сказать, экземпляре произведен, но вопрос в чем? Вот с точки зрения фитнеса, это решаемый вопрос, или это еда, или это комплекс, или вообще что делать? Это решаемый вопрос, и это то, с чем сталкиваются люди после 30 лет, и уже, знаете, допустим, если мне было 20 с чем-то лет, и точно как вы, я могла что-то сделать там чуть-чуть всего, и у меня уходило, все было очень просто. Сейчас мне бороться за свою фигуру очень сложно, потому что уже возраст. Мы называем это вот в быту замедление обмена веществ. И наша задача этот обмен веществ ускорить, то есть надо полностью пересмотреть свое питание. Может быть, вам так кажется, что вы вроде бы как бы ничего и не делаете, вроде все как-то то же самое едите, но на самом деле надо пересмотреть здесь график, добавить больше кардио, как сказать, растрату бытовых калорий. То есть мы же передвигаемся вот здесь практически на машине, да, в Америке? И вот это вот, это все усугубляет. Вот на своем примере я хочу сказать, что вот живя здесь в Лос-Анджелесе, я просто каждый день борюсь за свою фигуру. У меня борьба с телом идет все 6 лет. Я сейчас из Севастополя, 2 месяца отдыхала у родителей в Севастополе. Я не пользовалась машиной, я ела булочки, заедая пироженными, но я ходила каждый день пешком столько, вот сколько могла. И каждый вечер у меня была тренировка, ну, кардио, 40 минут, никакого железа. То есть я набрала только 2 килограмма, но как только остановилась ей сладкое, тут же скинула 4, потому что я тратила бытовые калории. Ты все время что-то делаешь, ты ходишь пешком. Ну, я согласен, да. Мы в магазин пешком ходили раньше, там, с Авоськой. Мы же где паркуем машину здесь? Поближе к входу, правильно? И будем еще вот так вот колесить, чтобы поближе к входу встать. То есть надо, во-первых, увеличить растрат бытовых калорий, понимаете? Пересмотреть свою еду. То есть как часто вы едите? Я думаю, знаете что, может быть мне грушу здесь повесить, боксерскую. Я такая, буду я. Ну, это, я не знаю, это офис у вас там. Это офис у меня там. Я вот, видите, сижу, мне дарят шапками. Пойдите в офис. Приезжают студенты из разных мест и дарят мне шапками. Вот видите, это царская армия, 908 год, ремейк. Оригинальная или? Ремейк, ремейк. Они сейчас делают. Вот мне приехал парень из Москвы, привез. Вот это из Уфы мне привезли. Это байкерская. Говорят, теперь тебе мотоцикл нужен. Но я не рискую. Я еще нужен людям живой. Ну все, у меня вот там жизнь. Я специально ремку купил, там у меня стоит. Я не могу в офисе уже их держать, их слишком много. Так даже к рубашке больше подходит, правда? Да, так по-американски. По-американски, да. А вот это, вы знаете, как у меня есть? Идет дискуссия, киргизский он или казахский. То есть представитель каждого народа утверждает, что это его. Да, так что у нас слоя веселуха в офисе, да. Тут, видишь, бардак такой творится. Ой, господи. Ну хорошо. Вот давайте с точки зрения такой, у нас как бы иммигрантская тематика немножко. При всем при том, что общечеловеческая тоже. И как бы вы на самом деле такой образчик-то не только того, что в Америке с людьми бывает, а вы на самом деле еще демонстрируете некоторые общечеловеческие качества, которые в любой обстановке хорошо иметь, такие мотивирующие. Но вот вы с точки зрения зарабатывания на жизнь, вот тем, что вы, например, делаете. Я знаю людей, которые спортсмены. Ну не обязательно, вот там, скажем, фитнес, но реально спортсмены. Кто-то там тренер по борьбе, кто-то в баскетбол играет. У нас вот есть на канале девушка, там 28 лет, она играет в волейбол профессионально. Собирается там приехать и так далее. Поэтому вот человек, который реально спортсмен, он может, я извиняюсь, на жизнь заработать? Знаете, мой вопрос всегда такой, может, если захочет. Потому что, опять-таки же, про себя, не имея ни английского, да, вначале, ни документов, я это делала. Почему, если я могу, ты не можешь? Мне очень часто задают такой вопрос, а я могу, вот я тренер, могу ли я заработать? Конечно, можешь, но для этого надо приложить усилия, мой друг, для этого надо поднять попу и что-то делать, правильно? Поэтому вот так категорично заявлять, что вот ты не можешь, а ты можешь, я даже не имею никакого права. Но работа есть, вот как бы есть спрос. Да работы для всех есть полно, только вдруг, хочу ли я идти на эту работу, или эта работа не для меня, я не хочу пачкать свои руки. Нет, нет, вопрос вот, человек говорит, я там, допустим, тренер по борьбе. У меня был, я вам скажу, у меня был тренер по гребле. Такой мужик уже, не знаю, лет 45. И жил он в Мэрилэнде. И так, как бы у него даже удачно судьба складывалась. То есть, он приехал, ну это давно было, значит, и он работал в школе учителем физкультуры. Ну, какая-то черный район, там какая-то не очень, может быть, благополучная местность, там это была. И в обязанности учителя физкультуры входит, в частности, разнимать драки между учащимися. И вот когда его второй раз пырнули, не первый, а второй, он сказал себе, что-то я должен в жизни поменять. И приехал к нам, переучился там на, тестировали программное обеспечение, и с тех пор прекрасно тестирует. И, в общем, видимо, жизнь его хорошо изменилась. Я просто к чему рассказываю. Но он нашел работу, он работал учителем. И человек думает, вот я приеду в Америку, я спортсмен. Я смогу остаться в профессии или делать что-то около этого? Или мне нужно реально переучиться? Вот вопрос. Вот, Михаил, честно, мне кажется, все от желания зависит. Потому что, если ты учитель по борьбе, или ты учитель по тэквондо, потому что, если ты хороший учитель, мне кажется, здесь не хватает хороших кадров. Вот именно, знаете, таких добросовестных кадров. Я просто уверена, что человек, если, ну, во-первых, он должен как-то проявить себя. А как здесь проявить себя, допустим, в Большом Лос-Анджелесе? Что это такое? Для этого надо делать этот же самый промоушинг, этот Facebook, который работает. Да, он работает. Никому не надо платить за рекламу. Просто надо себя промоутать. И когда ты возьмешь одного клиента, тебя порекомендуют другому. Вот у меня лично все так и происходит. Я никогда не подавала объявления в газету или не искала. То есть, меня люди передают из рук в руки. И так получилось, что это люди, не просто люди, а это достаточно такие известные люди, местные знаменитости. То есть, как-то такие... Так вы, я знаю, вы по найму работаете, или у вас свой клуб есть, или как вы? Нет, я работаю сама на себя. Я очень долго хотела... Я в России работала групповым инструктором, работала в клубе. И мне очень хотелось работать вот в зале. Такое множество людей было. Когда я пришла в зал, и они мне предложили 7,50 за тренировку. Это было и фитнесе. За часы и за что? За тренировку. Полчаса тренировки. А, окей. Индивидуально, да. То есть, если человек покупает час тренировки, это получается 15 долларов минус таксы. Над тобой стоит менеджер, который просто тебя долбит по голове. И ты должна приходить в 5 часов утра, уходить в 12 ночи. То есть, у тебя график такой, что ты не можешь построить свою жизнь. Стоп, стоп, стоп. Сколько за эти 30 минут платит клиент? Клиент, не помню, сколько платит, но не 7,50 точно. Нет, может быть, и 50, и 70. Нет, нет, сейчас вам скажу. 120 долларов в час, 60 долларов. 60 долларов платит клиент клубу. И ваших там 7,50? И моих 7,50 за тренировку. Поначалу, то есть, вы можете там вырасти до 20, или как? Ну, особо там не развернешься. Понял. Я могу вырасти, занимаясь своей деятельностью. Хорошо. Допустим, клиенты меня находят, я нахожу их, у меня свои клиенты, я к ним езжу домой, я сажусь в машину и еду к ним домой, их тренирователи, мы встречаемся где-то в парке. То есть, таким вот образом. То есть, вам не нужно ориентировать зал, ориентировать? Я не хочу этого делать, потому что на данный момент меня все устраивает. Если у меня их будет так много, что у меня надо будет куда-то их в зал сидеть, то есть, сейчас, пока что, имея несколько человек в день, я спокойно укладываюсь, я работаю до обеда, с обеда я занимаюсь ребенком полностью, там, хозяйством, то есть, у меня каждый день до обеда это моя работа. И все зависит от меня. То есть, если у меня нет клиентов, мне не надо никого ругать. Юля, это ты виновата, потому что ты плохо себя промоутришь. Давай-ка, дорогая, подстегивайся и начинай работать. Юленька, у меня два вопроса, точнее, ну, можно сказать, один вопрос из двух частей. Вы упомянули, что у вас, вы сказали, вот у меня второй канал, у меня там, вот, видимо, по фитнесу. Давайте сначала про первый, а потом про второй. Давай. Потому что как-то так оно проскольчило, и у меня остался нераскрытым вот этот вот момент. Значит, один канал у вас просто блок такой, как бы, о жизни. Да, Life in Hollywood, да. Теперь. Я рассказываю о том, как я живу в Голливуде, как у меня все это здесь произошло, и, в общем. А вот то, что по фитнесу. А по фитнесу, это вот канал называется Best Body Club, где я даю тренировки и рассказываю о своей методике. То есть, я для себя нашла такую методику, как женщина или мужчина, не имея абсолютно времени, живя очень занятой жизни, может построить свое тело за 15 минут в день. То есть, это моя концепция. Я с вами дружу. Я могу воспользоваться тоже? Конечно. На мне сработает? То есть, смотрите, вы можете заниматься дома, вы экономите время, вам не надо никуда идти, вам не нужны никакие тренажеры, ничего. Вот метр на метр пространства, включаете YouTube и повторяете за мной. У меня и тренажеры дома есть, я только не пользуюсь особо. Мы делаем такие марафоны, где я показываю девочкам, как можно добиться за 6 недель полностью, знаете, такие перемены у нас. Он уже прошел этот марафон, но в принципе, вот я 2 раза в неделю выкладываю видео, 3 раза в неделю. Вы меня только немножко, знаете, насторожили, вот там за 2 недели, там, не знаю, за 6 недель. Это не, как сказать, первое мое беспокойство, не вернется ли оно обратно на следующую неделю, потому что как-то быстро произошло. А второй вопрос, не связано ли это с какими-то, ну как сказать, чрезмерными какими-то вещами, экстримом каким-то? Смотрите, да, допустим, такой человек неподготовленный, вот вы решили заняться. Естественно, вам, я всегда скажу, никогда не начинайте так, как я веду тренировки там. Вам нужно дать некоторые рекомендации. Вы можете делать все те же самые упражнения, но в другой вариации. Вот те упражнения, которые показываю я и как прыгаю я, это для тех уже, кто вошел в фитнес-жизнь и уже тренировался. Прыгаете прямо там? Да. Как бы вверх или еще куда-то? Вверх и внизу стороны, да. То есть, опять же, я говорю, никогда нельзя с дуру вот начинать. Поэтому, естественно, это давать индивидуальные рекомендации. И, как бы, честно сказать, я пытаюсь каждому ответить на письма, очень много пишут и как-то посоветовать человеку, как начать. А есть у вас успешные кейсы, которыми так гордитесь? Вот там было такой пузатый, мордатый такой, все девчонки от него нос воротили, а сейчас вот он весь идет, у нее там три любовницы. Мой самый успешный кейс – это мой второй муж, за которого я вышла замуж, когда он попросил меня тренироваться и спросил, ты можешь мне помочь? И он стоял передо мной с таким животом, знаете, живот, который деревянный уже. Не который вот такой вот… То есть не мнется? Уже не мнется, но мне так нужна была работа, я на него посмотрела и сказала, господи, думаю, что тебе уже поможет? Но я сказала, да, я смогу тебе помочь, потому что мне нужна была работа. А не то, что его массаж нужен был просто? Нет, тут дело не в массаже. Массаж, это как дополнительно, он работает, но не сам по себе. И вот за пять месяцев я полностью стала ему готовить еду, выдавливать свежие соки, тренировать, вот за пять месяцев живот полностью ушел, и уже после пяти месяцев он превратился в красивого мужчину с мышцами, подкачанного, здорового, он полностью поменял свой образ жизни, сделал крутую прическу, покрасил седые волосы, купил одежду и пошел изменять. Сколько лет-то ему было? Ему было 47 лет, когда мы познакомились. Ну, 47 лет еще много сил есть, чтобы изменять. Но он когда не занимался никогда. Я понял. То есть он как-то загулял, можно сказать. Да, загулял. Я хочу сказать, потому что вообще, на самом деле, все возможно. Если делать это правильно, с умом, все возможно. Мне очень хочется приободрить тех людей, которые, ой, говорят, ну мне уже все, вот мне уже там за 40 жизнь прошла, ничего подобного. А вот давайте, знаете, что я вас прошу, раз уже такой у нас человек в этой области попался бы, у меня как-то не с кем особо на эту тему поговорить, профессионально бы там. Для меня, как бы, мне уже к 60, там будет 60 в апреле. И я на это, на все смотрю больше как на поддержание здоровья в каком-то таком состоянии. Потому что я уже вижу людей, которые уходят из жизни, я вижу людей, которые последние годы это и жизнью не назовешь. То есть как бы квала, это качество жизни совершенно такое нехорошее. Я уже не говорю то, что там медики наши делают, когда в вегетативном состоянии человек и десятилетия держат, это вообще отдельная история. Но, то есть для меня это не столько вот вышел и там все, я их интеллектом все беру. Но, все-таки здоровье поддержать. С другой стороны, я вот на вас смотрю, вы как бы такая, не знаю, может вы и всю жизнь такая были, но вы как бы больше, чем вы видите здоровую. И вы такая, как бы, ну я не знаю, с картинки что ли. И поэтому, я понимаю, что девочкам, наверное, тоже хочется быть с картинки, даже если она замужем. И для себя хочется, правда же? Обязательно, обязательно. Вот. И с другой стороны, такое количество людей с лишними килограммами ходит. И даже не то, что они безобразные, но, хотя и такие формы тоже бывают, но все равно, когда ты таскаешь на себе много, у тебя нагрузка на сердце, у тебя нагрузка на... Я не знаю, на все. А плюс еще там получается такая история, когда вот я страхованием занимался одно время. И я хочу сказать, что между 40 и 50, чтобы человек прошел и остался здоровым, допустим, он был здоровым в 40, чтобы он и в 50 был здоровым, чтобы у него не было ничего ни с почками, ни с печень, ни с холестеролом, ни с сахаром, ни с давлением. Ну, я не знаю, это кем надо быть вообще. Не говоря о том, что уже 28 полно нездоровых-то тоже. Поэтому, как вы это видите? Как вы... Что для вас вот то, что вы делаете? Или вам достаточно, что человек что-то хочет, вот будем с ним работать над тем, что он хочет? Нет, во-первых, я хочу сказать, что профессиональный фитнес, если смотреть на фитнес как на профессиональность, да, это не здоровье. То, что мы делаем ради сцены, это мы губим здоровье. Я за фитнес, который дарит здоровье вообще. То есть обязательно нужно тренироваться, тем более в таком уже, знаете, возрасте, да, да, после 30, обязательно должны быть тренировки с гантелями, со свободными весами. Когда ты занимаешься свободными весами, у тебя плотнеет костная ткань. То есть твоя костная ткань – это показатель твоего здоровья. Чем она плотнее у тебя, тем ты будешь здоровее. И именно вот гантельки, да, вот... Я извиняюсь, это вы говорите про женский аспект, про остеопоросис или что? Да, я говорю не только про женский, это и для костей. Обязательно, это для костей, это просто хорошо для костей, да. И то есть вот, конечно же, у меня приходят клиенты, которым нужно просто для здоровья, и мы выполняем, так сказать, гимнастику оздоровительную, да, а некоторые ставят для себя цели, они, допустим, понимают, что это не очень для здоровья хорошо, но я хочу это делать. То же самое, допустим, как и я, готовя себя на соревнования. Если я поставила цель, я хочу, но потом нужно восстанавливаться. То есть я, в принципе, за здоровый образ жизни в питании и в спорте. Я считаю, только это может сохранить вот тебя на высоте. Но вот этого второго мужа, вы когда начали рассказывать, я смотрю, все-таки вы же его не исключительно фитнесом, то его системно, его и питанием, и движением, да, или... Обязательно питание играет. Это 80% залога успеха питания. Давайте, может быть, мы вот что... Мой опыт, как бы, такой, что 20 лет назад, ну, почти 20 лет назад, почти 20 лет назад, я под чудовищным стрессом находился, столько всего там у меня было, и это бизнес, и работал, я что-то постоянно работал, и все такое. И, в общем, у меня случился диабет второго типа, при том, что, когда я уже впоследствии брал генетический тест, у меня не было предрасположенности какой-то повышенной именно к диабету, но я понимаю, что я это создал вот этим стрессом там и так далее. Ну, хорошо. И последние там, ну, если не 20, то, скажем, 18 лет, я постоянно какие-то диеты, я смотрю там, когда-то я начинал с мунтиньяка, если вы там слышали. Да, конечно. Вот. И это очень эффективно, кстати. Да. И каждая следующая диета, которую я там, значит, как-то разбирал, применял там и так далее, она мне что-то такое добавляло к моему пониманию этого мира. И сейчас мы уже как-то так живем, что у нас не та диета, не эта, а вот некоторое такое вот месиво, которое мы сами для себя вот в итоге создали. Но мой вот какой, по-моему, консерн, да, мое беспокойство вот какое. Если диета не становится образом жизни, не может стать образом жизни, вы можете две недели мучиться, вы можете три недели, вы можете два месяца себя скрутить вот так, но если это не ваш органичный, естественный такой образ жизни, который вы можете поддерживать легко, с удовольствием, без этих всех вот, без экстрима, так? Потому что там, откуда мы с вами родом, там другая философия. Они говорят, если ты экстрим не можешь поддерживать, то ты вот сам, ты фуфлоу, у тебя нет воли, ты там никто, ничто и так далее. Там как-то по-другому. Значит, или ты в экстрим, или ты вообще не мужик. Значит, здесь как-то по-другому, но все-таки, я когда смотрю на все диеты, я столько их пробовал, но так тяжело. Я был веганом три месяца. Такой класс. Боже, какой класс быть веганом. Это вес уходит просто в никуда, и легко, и кожа стягивается сама, и все такое. А дальше упирается в то, что нужно готовить. И жена тебе в какой-то момент говорит, я больше так жить не могу. Понимаешь, если бы тебя привозили каждый день в коробке, там уже сколько стоит. А так нет, а так надо готовить. У тебя ворох этих очисток. И ты каждый день должен идти за этими овощами, потому что ты не можешь за неделю, и вот это пошло и поехало. К вам вопрос теперь. Я просто бэкграунд этот вот свой объясняю. То, как вы это видите, то, как вы их учите там, оно способно быть нормальным, не экстремальным образом жизни. Вот чтобы живешь, человек же живет, с удовольствием живет, и балдеет с этого. Оно должно быть нормальным образом жизни. Я сама лично против диет, и никогда в жизни не могу на них усидеться. Я перепробовала все за свою жизнь, и прежде чем сказать человеку, надо попробовать на себе. И это у меня психологическое вот такое вот. Я просто схожу с ума. Поэтому я никогда не сижу ни на каких диетах, ну, я как бы исключаю те варианты, когда у меня соревнования, там, да, надо. Вот, в принципе, по жизни никаких диет я не держу. Но единственное, я знаю, что такое правильное питание, когда надо съесть, и во сколько надо съесть. Допустим, вот, банан, тот же банан, прекрасный, да, фрукт, который нам дарит очень много витамин. Крахмал. Нет, там очень много витаминов содержится, которые нам необходимы. Даже если это крахмал, это ничего страшного. Крахмал, о, крахмал все. Калории, ну как же. Ну, смотрите, если вы съедите его в первой половине дня, он пойдет вам на пользу. А если вы этот же банан съедите вечером, он пойдет вам куда? В пузо. То есть, я знаю секреты еды. То есть, это я могу есть утром, а это я могу и с вечером. Вот таким вот образом, понимаете, как бы играя, чередуя, но ни в коем случае себя не ограничить так вот, что нет, это мне нельзя. Если мне хочется съесть торт, я знаю, у меня, допустим, есть день воскресенья, когда я отдыхаю. Я ем сладко, я очень люблю сладко. Я понимаю, что сладкое, оно у нас, ну, нельзя в таких количествах есть сладко, сколько ем я. Но у меня есть день воскресенья, когда я отдыхаю и головой я ем это сладко. А в течение недели я питаюсь правильно, у меня сложные углеводы, у меня белки, у меня хорошие жиры. То есть, ну, я не сижу на диете, чтобы это вот с калькулятором, весами записывать. Это меня просто выводит из себя. Вот тот муж ваш, который уже 5 лет, из наших. Да. Он у вас как питается? Как я дам. То есть, вы его так, вы ему с собой даете, с собойку на работу. Интересный прикол по этому поводу, к нам пришли друзья и как раз готовилась к соревнованиям. Ну, и они видят, что я вот вся такая вот на соревнованиях, они говорят, моему мужу, говорит, Женя, как ты так питаешься, вот там, что Юля готовит, а он такой сидит, говорит, не, говорит, она специально, говорит, лично для меня готовит, говорит, я вообще не знаю, что она там ест. А я так в уголочек посмелась, думаю, дорогой мой, как ты не замечаешь, что ты ешь то же самое, что и я, что ты на такой же диете, как и я, спортивная. Но он в хорошей форме? Он не спортсмен, сразу же. Нет, нет, но в смысле, так, ваша пища ему, как бы, помогает держать форму? Да, пища помогала ему держать форму, пока не уехала я в Севастополь на два месяца. Я вернулась, и передо мной, знаете, как ребенок, а не мужчина, похудевший, который привык, что ему уже тоже я, знаете, как по спортивному, мы делаем все в баночках, то есть полностью всю пищу, попорционно раскладываем, чтобы ты не подогреваешь, сразу взял судочек, и там тебе еда. И тут никого, мамочки нету, кто готовит кушать, все, что есть, катастрофа. Надо, чтобы ваш муж из экзюперии вам цитатку вот повесил где-нибудь на видном месте, что мы в ответе за тех, кого приручаем. Так, да. А можно сказать, что, в общем, мужчины, они как дети, вот так вот, некоторые говорят, они вот, требуют постоянного внимания, такого микроменеджмента. Вот, и знаете, я, вот, ты очень устала, у меня вот два ребенка, сын и муж, вот действительно. А сына уже сколько? Сына 10. Слушайте, уже серьезный парень. Ну да. А по-русски говорит? Да, по-русски говорит, но смешно говорит, читать не умеет, писать не умеет, забыл уже, ну, как бы, я ему привезаю, ему 4 года было, в принципе, но мы все усилия бросили на изучение английского, и я, и он, и поэтому русский отошел в сторону. Но, два месяца побыл вот в Севастополе, его уже научили всем русским матом, уже предлагали курить 10 лет, и он такой, мама, почему здесь дети все матюкаются, почему они курят в 12 лет, ну, так вот. То есть, он слова такие знает. Уже знает, да. У меня вот, жена Светлана, не знаю, вы, может, видели, как-нибудь у нас на канале, но она из Киева, и она первый раз услышала вот матерное слово, когда приехала в Москву навестить сестру, а так не знала, и она даже не понимала, что это какие-то плохие слова, она слышит, люди разговаривают, и когда она вернулась домой, ну и мама же-то ее спросила, и она ей что-то сказала, по смыслу, как бы подходящее, но по выражениям, мама бедная, значит, вот как вы ребенка-то отдали на 2 месяца, она на 2 недели, и ребенок приехал, уже такие слова говорит. Ну, да, он мне говорит, ну, конечно, меня не говорили, он говорит, я понимаю, что плохие слова, я говорить не буду, но я не понимаю, зачем их люди говорят там. Это плейсхолдеры, они просто как бы, они смысла особо не несут, но передают, может быть, настроение. Хотя иногда они, в принципе, выражают, знаете, есть вот, мне очень нравится анекдот, такой филологический, собрание в строительном тресте, ну, и там, что-то говорят, говорят, и говорят, может, что сказать хочется, и встает, значит, там работяга, такой, и говорит, это шо ж такое получается, он говорит, как твоя мать, так хрен собачий, а как хрен собачий, так это твоя мать, и, значит, и тут голос из зала, правильно, Макарыч, не будем больше работать лопатами без черенков, то есть, в общем-то, он как бы абсолютно передал то, что хотел, то есть, его поняли, поэтому, что-то в этом есть, то есть, как бы это, не логическое, но вот именно эмоциональное самовыражение, женщины ругаются, правда? Да, все ругаются, да. А вы всю жизнь жили в Севастополе, вы родились прямо там? Я, да, родилась в Севастополе, и жила там, до Севастополя. А вы вот, как житель Севастополя, вот вы ходите в такие места, куда туристов ходят, вот, я, например, был пару раз в диораме там, в Севастопольском. В этот раз я была везде, вы знаете, прожив всю жизнь в Севастополе, мне не вызывало в Севастополе никакого исторического интереса вообще, вот признаюсь, но видно, это с возрастом, и когда ты далеко от родины, ты начинаешь задумываться. В Херсонессе не были никогда? Нет, в Херсонессе была, но я всегда была, кстати, по поводу Херсонессы, я всегда приходила, как на пляж, ну, не любя это абсолютно место, потому что оно очень туристическое, а местные не любят находиться там, где туристы, им как больше, знаете, дикого чего-то. Мы всегда ездили далеко на южный берег, спрятаться, и в этот раз я была на Херсонессе, и вот я прихожу туда, там удивительная атмосфера, я смотрю на пол, вот на землю, вся земля полностью в кусках от кувшинов, а с кувшином, и вот я беру этот кусок и смотрю, а там, знаете, вот нарисовано что-то, и я сразу представляю, вот чья-то рука, три тысячи лет делала этот кувшин, и мы поэтому ходим, и не обращаем никакого внимания, как это так? То есть в этот раз я посмотрела на Херсонесс абсолютно другими глазами. А вот, например, Бахчисарай, куда-нибудь там, пещеры эти иудейские там, нет? Да, хазарские там. Да, было, это, конечно, я вот полностью посмотрела другими глазами, это просто великолепный, конечно, край и место. Единственное, что я вам хочу сказать, очень обидно, что он загажен. И вот еще интересно... Туристами или просто не убирают? Вот смотрите, опять-таки, мои подписчики меня попросили, говорят, Юля, ты шесть лет не была в Крыму, ты сейчас едешь, расскажи свои эмоции, вот что ты почувствовал, как шесть лет, да, отвыкнет уже от этой жизни. Ну, я же такая наивная, то и рассказала им свои эмоции. Я говорю, ребята, говорю, хочу вам сказать все, но не скажу, потому что, говорю, я не ожидала увидеть то, что я вот увидела сейчас, я отвыкла, я привыкла, ну, вы сами знаете, какой же сервис, и как все благополучно. И что я вижу, вот грязь какую-то, абсолютно, ну, вообще вот, даже не хочу рассказывать. И я это выразила на камеру, это видео стало настолько известным, его перекидали по всем там блогам, по всем инстанциям, короче, в итоге его удалили, взломали аккаунт, его удалили, там были очень много просмотров, комментариев, и все спорят, смотрите, кто это сделал? Местные, туристы, украинцы или русские? А я, знаете, смеюсь себе, вот прохожу там по таким дорожкам, где туристы не ходят, а там куча мусора лежат, куча бутылок. И я говорю, ну да, это ночью, приехали, и хохлы нам подкинули, мусор, и уехали. То есть люди, вот они между собой спорят, 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 а сами идут и бросают бумажки. То есть, вот знаете, окей, ребята, все спорят. Я думаю, вот что, как бы уже, ну, с каким-то жизненным опытом, и глядя на то, и на это, и зная много людей, там, и когда у меня переваривается все это, значит, я хочу сказать, что, понимаете, вот, говорят, коммунисты виноваты. А коммунисты что, с Луны что ли? Да, в чем-то и дело. Понимаешь, или там, я не знаю, кто там еще, там, бандеровцы, там, черносотинцы, там, еще, а они что, с Луны что ли? Нет, вы знаете, поэтому это мы, вот мы там живем, да, вот там, где мы живем, вот так, как мы живем, соответственно, оно так, значит, если у нас можно воровать, да, значит, там будут воровать, конечно, ну, это как бы выносится за скобки нормальной жизни, вот вы увидели то, что там грязное, потому что вы были в чистом месте, вернулись, и вдруг вы видите грязь, а когда вы там жили, вы же не видели грязи, это было норма, это было на каждом шагу, и оно так и было, поэтому, это только в контрасте можно увидеть. Только в контрасте, режет глаз, просто режет глаз на улице полно пьяных, вот этих бутылок, все с бутылками, это просто режет глаз, но когда я там жила, я этого ничего не видела, я это подтверждаю, вот это все, и я считаю, знаете, что воспитание вообще начинается у нас в семье, вот если я своего ребенка приучила, бумажку, вот у него есть бумажка, он будет вот так вот ее нести до мусорки, он никогда даже палочку от мороженого, он не выкинет на пол, он будет ее нести, и если мы каждый будем вот внутри своей семьи работать, для начала, мне кажется, что вот это поможет, а не то, что, знаете, это понаехали туристы, и нам здесь на Севастополь весь испортили, на такие дня. Тут есть тонкость одна, я сейчас скажу, что происходит, есть как бы люди внутренне сильные, и для того, чтобы делать правильные вещи, им достаточно внутренней убежденности, что это правильно, есть люди, которым нужно осознавать, что то, что они сделали, ведет к чему-то общественно значимому, например, если вы идете по городу, и в городе там проходит тысяча человек по этой улице, 999 бросают мусор вокруг, а вы принципиально, у вас есть внутренняя сила, вы кладете в мусорный бачок, значит, первый человек кладет в мусорный бачок, вот так, просто потому, что он так устроен, но еще, допустим, там несколько сотен человек, которые с радостью клали бы в мусорный бачок, если бы был бачок, и все бы клали в бачок, эти же самые люди не станут класть в бачок, когда все бросают на пол, потому что клади ты в бачок, не клади ты в бачок, лучше не станет, это то, из-за чего люди спиваются, массово спиваются, потому что ты можешь что-то, но ты не, но не поможет, потому что вот внешняя среда, внешняя обстановка, можно сказать, это ты сам, а что ты сделал, да хоть что сделай, поэтому, вот получается такая история, вот, если я это делаю просто для себя, и все, я могу это делать, если я это делаю для других, мы когда приехали в Америку, жили в доме, там было 4 этажа, и на каждом этаже было 4 квартиры, такой был домик, в Сан-Процессе их много таких маленьких, наверное, и в Лос-Анджелесе такие стоят, короче, и там были бачки, и там бумажка, тут стекло, металл, там, ну что там еще, пищевые, там еще что-то, и мы с таким кайфом, мы складывали бумажечку туда, стекляшечку сюда, и нас тащило с этого дела, мы балдели, потому что мы всегда клали все, как в Совке было, там это ведро на речной клетке, и нам так нравилось, и мы радостно подключились, в Москве мы это, наверное, мы бы делали, если бы там было такое, но не было, вот мусоропровод подошел туда, метнул, правда, но хотелось, понимаете, есть люди, которых хочется, но он должен понимать, что это система, и он тогда в системе будет хороший гражданин, а если ты, как бы ты хороший гражданин, но ты против системы, ну кто хочет быть против системы, кто хочет бороться с системой, это больной вопрос, то, что вы видите, это очень больной вопрос, на самом деле, кто, я не знаю, хорошо, вот вы, давайте к вам, значит, вы замужем, вы гражданство уже имеете, или еще не очень? Нет, еще, нет, еще скоро буду иметь, но хочется, паспорт, так? Ну, в принципе, я не знаю, если честно, я очень благодарна Америке, за то, что Америка сделала для меня, как меня спасла, очень благодарна за грин карту, я получала с большой честью, расплакалась, сказала, спасибо офицеру, вы не представляете, что это для меня значит, паспорт, я недавно только получила свою грин карту, я еще никак не могу наразоваться, что пока что о паспорте, знаете, я так еще, таковым не думаю, у меня паспорт через 4 года только будет. А подождите, а вот с грин карты, вот мое понимание такое, когда человек женится, вот замуж выходит в вашем случае, ему дают какую-то временную на пару лет грин карту, а потом он должен там пройти еще какой-то процесс и уже получить постоянную. Вы знаете, вот это большая ошибка людей, они думают, что у всех одинаковый кейс, и спрашивают, что мне делать в этом случае, на самом деле у всех кейс разный. У меня, мне сразу дали временную карту на 4 года. Не на 2? Не на 2, нет. И я сразу получаю паспорт, вот таким вот образом, потому что у меня был особый кейс. Понимаете, допустим, когда я вышла замуж, я же не получила с мужем грин карту. Нет. Я не получила с мужем грин карту, я не стала даже ждать эту грин карту, я убежала от него, а убежала почему? Потому что он со мной плохо обращался. И вот эти, когда у меня спросили, почему я ушла от мужа, не дождавшись даже свою грин карту, я им объяснила, я доказала, то есть я нашла свидетелей, соседи там с церкви, кто это все видел, на чьих глазах это происходило. И на меня завели особый кейс. И при этом кейсы тебе дают постоянную карту и сразу гражданство. То есть вы получали свою грин карту не потому что второй раз нормально вышли замуж, а потому что в первом браке был абьюз какой-то. Нет, потому что во втором браке был абьюз. Ну вот... То есть человек взял меня в жены, ну будь любитель, но уже обращайся со мной хорошо, да? То есть вот там, где вы месяц с ним реально жили, вот из этой ситуации возникла ваша грин карта, а не из-за того, что вот вы сейчас замужем с нормальным человеком. Да, только из-за этой ситуации. Я же не хотела уходить от этого мужчины, то есть я собиралась с ним жить. И как бы и все. Но поскольку он со мной так и обращался, мне пришлось уйти, и поэтому особый кейс... Слушайте, а вот сейчас уже, спустя там пять лет, у вас есть какие-то с ним, я не знаю, контакты? Нет, нет, никаких. То есть вы не знаете, где он, что он? Он вам не пишет имейлов, он не угрожает вам там личные переписки? Да, сначала писал, угрожал там, вплоть до того, что... Ну да, было такое дело, он ходил. Человек оказался на такой, что он пошел в полицию и сказал, что я занимаюсь проституцией. Вот, опять-таки же, это касается тех девочек, которых пугают, да, вот прям девочки к вам. Он все-таки пошел в полицию, когда я от него ушла, и сказал, что она приехала, занимается проституцией, она развращает своего ребенка и вовлекает ребенка в работу проституции. Он знал, что сказать? Он знал, что сказать, да. Он сказал, что я ее так люблю, я ее взял в жену, а она, оказывается, вот такая. Короче говоря, я прошла медкомиссию, очень серьезную медкомиссию. У меня приехала зона полиция, меня забрали из шелтера, и я проходила медкомиссию, с меня со всего тела брали скоб. Есть, да, тут, туда? С борта, вот, отовсюду полностью. Девять часов длилась экспертиза. И они пытались установить, то есть я действительно, если бы я кого-то имела еще какого-то мужчину, то мне бы остались клетки, там слюни и все такое. Естественно, ничего не нашли. Поэтому, как бы... Я осмелюсь предположить, что они что-то похожее могли и с ребенком делать. Какое-то освидетельствование. Нет, вот ребенка я, между прочим, девять часов не видела. Он был там в полиции, как бы в отдельной комнате, а я отдельно. И мы ничего не нашли. Я знаю случаи, когда говорили, что вот там и с ребенком что-то делают, и еще детей тоже подвергали освидетельствованию медицинскому. Там и на девственность, и на, я не знаю, там что-то. Но у вас мальчик... Да, такого не было, да. Но вот я хочу сказать, что вот он все равно не успокаивался и еще три раза ходил в полицию. В итоге его просто под руки выкинули из полицейского участка. И он там на меня завел дело у городского этого офицера. Не помню, как называется. То есть, ну все это просто был полный бред, потому что я, естественно, ничего не делала и пришла я, собственно говоря, в его дом снигратором. Но вот с вами, со стороны властей, полиции и так далее, вот все это время, с вами обращались достаточно корректно? Или... Окей. То есть они не говорят, ах ты тут... Не было такого. Нет, очень. То есть у вас к ним претензий никогда не было? Нет, к ним претензий нет. И я, знаете, вот хочу сказать еще, что мне обидно вот за нашу страну, за Украину, за Россию. Вот смотрите, если бы со мной случилось такое в Украине или в России, мне бы никто из государства так не помог, как мне помогли здесь. То есть вот я остаюсь здесь одна на улице. Мне полностью обеспечили вот мою жизнь и жизнь моего ребенка. Полностью одели обули. Мне давали деньги на продукты. Просто вот все, все, что могли мне помочь, мне, вы знаете, как взяли на руки и вот так вот донесли до моей грин-карты. Вот я могу сказать так, что я бы такой помощи в своей стране бы не получила. И поэтому я очень благодарна. Я подозреваю, что не то, что они за вами гонялись с этой помощью, а вы все-таки с кем-то проконсультировались достаточно грамотным. Кто вам сказал, допустим, что такая помощь есть, что за ней надо обратиться. Может быть... Ну, то есть кто-то же должен был вас как-то проинструктировать. Но человек же не рождается с таким знанием? Нет, конечно. Естественно, что я даже и не знала. В Шелтере у меня был кейс-менеджер, который сказал, что вот надо заполнить эту бумажку, отдать это туда. И вот таким вот образом... Все это время, с точки зрения медицинского обслуживания, все-таки, ну, допустим, может быть, вы молодая, здоровая, крепкая, вам не надо. Но вот ребенок, но вот в случае с чего, пока вы не получили такого статуса как бы легитимного, как вы обслуживались медицински? Никак. Нет, подождите, как? Вообще-то как? Когда мы были в Шелтере, поскольку там очень много всякой заразы, много людей, да, болели, все время болели. И у меня моя кейс-менеджер возила в бесплатную клинику. Мы стояли там по пять часов в очереди, это да, но они помогали. Если честно, мне не очень нравится помощь, которую я получала здесь от врачей. Потому что она какая-то абсолютно бесполезная и сколько обращалась, даже уже будучи со страховкой, мне никогда не помогали, вот именно не могли найти болезни, которые бы вот в России, знаете, там элементарно, у меня была аллергия, жуткая, вот, никто мне не мог здесь поставить диагноз. Так тест берут и все, что там? Так вот это, возьмите тест, никто не может этого сделать. То есть... Так странно, такой, делают сеточку и там наносят и говорят тебе там. Почему-то да. Ну вот, короче говоря, о помощи мы обращались в бесплатные клиники. Есть такой тест в Нью-Йорк, там как-то он какой-то, там Нью-Йорк, что-то там тест сразу на четыре сотни аллергенов. Серьезно? Вот надо опять начинать сейчас, надо... Один раз делать он там не безумно дорого стоит и такое исполняю. Я такой тест однажды в Москве проходил, мы когда там в 2003 году там по делу поехали и там у нас знакомая и она говорит, вот вы должны там пойти в клинику Волкова, там есть такой знаменитый человек с диетами, там со всеми делами, там похудение. И мы пришли к нему в эту клинику и они нам там сделали этот тест. И потом мы пришли на АПОИТ, мы тоже к врачу и она нам дала такую... В общем, сказала, что я практически ничего есть не могу, а то, что я могу есть, так жить нельзя. Ну, то есть, короче, я дня два пытался, но потом жена сказала, что она от меня уйдет, если я буду такой нервный. Опять-опять. И, в общем, все, и так вот мы с этой диетой. Но я просто к чему говорю, что когда я пытался понять, как здесь этот тест называется и как, тогда мне дали конкретно, как он называется и вот такой тест. То есть, если там повышенная аллергическая реакция на какие-то продукты, то, соответственно, их не надо кушать. Вот. И, в общем, так. Интересно. Ну, что же, хорошо. Мы с вами уже тут почти час беседуем. Давайте мы договоримся, что мы с вами не последний раз. Вот. Вы будете у нас гостить периодически. И еще вы, еще две вещи мне нужны. Вы мне сбросьте, пожалуйста, в скайпе ваши каналы, чтобы я мог дать. И, когда видео появится, вы заходите там на вопросы отвечать. Ну, или, может быть, даже там просто пару комментариев сделать, чтобы они знали, как вас найти. Потому что постоянно возникает вопрос, а как написать человеку? Вот на ютюбе напиши, вот он есть, вот, пожалуйста. То есть, по вашему ютюб имени понятно, кто вы? Да. Да. Хорошо. А вот, так уже, напоследок, вы по образованию кто? Психолог. У меня несколько образований. Первое психологическое, второе педагогическое. Я также заканчивала театральный, работала в театре, снималась в кино. О, там? Да, там. Да, потом я... Киностудия Добженко, или где вы снимались? Не Добженко, нет. А потом, что еще? Выучилась на инструктора, работала много лет тренером в России, здесь уже выучилась на массажиста, массажный терапевт и физический терапевт, как сказать, помощник, да, помощник физического терапевта. Но вы сказали, что вы с 17 лет в фитнесе. Да, я с 17 лет начала. То есть, вы все это время учились, 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 и параллельно... Так, это все фитнес... Еще один вопрос, просто из любопытства. Наверное, можно там в Википедии посмотреть, но раз уже есть живой человек. В чем смысл соревнования по фитнесу? То есть, кто дольше продержится и не упадет, или вот в чем... Нет, ну это вот, знаете, есть такое понятие... Во-первых, у каждого человека разное понятие о красоте тела. Фитнес – это для некоторых людей красота тела. И чтобы достичь того, что мы видим на сцене, это не делается как на раз и два. Это надо приложить столько усилий, то есть, что человек может с собой вот сделать. И вот в принципе сравнивают пропорции тела. Важно сравнить пропорции тела, чтобы ты был пропорционным. Ну просто, как бы человеку с мира вот это не понять. Это вот может быть что-ли красиво, да? Я лично вот как мужчина могу сказать, что мне нравятся девочки разных совершенно пропорций. Они все совершенно замечательные, красавицы такие, глаз не оторвать. А так получается, это вот как, допустим, я... У меня собака была породистая, и мы ходили там на соревнования всякие, пока выбирали. То есть, она не была такой собакой, чтобы бридинг с ней делать. Но, во-вторых, пока мы ее выбрали, и я ходил на соревнования, и там они так померили, так померили, хвостик, там, головку. То есть, получается, что это вот в таком направлении. Да. Да-да-да. А у них есть разные критерии для девочек разного роста? Да, да, Ну, слава богу. Есть много направлений, да, есть, как, впутывают фитнес с бодибилдингом женский. Бодибилдинг женский это абсолютно другое. Сейчас есть прекрасная категория бикини, где девочки показывают свою женственность, но в теле, так сказать, да, с такой, ух, чтобы так было все красиво. Да, то есть, вот такая вот категория есть. То есть, разные, конечно же, категории, кому что нравится. Если бы вы к нам приехали в школу учиться, я бы вас показывал как студентку, и все бы завидовали. Все бы, а-а-а, кофе. Ну, ладно уже теперь, что ж теперь. Буду вас как гость. Хорошо. У меня один был, наверное, есть зритель, и он написал комментарий, а я девчонок красивых показываю, не только, они все, они так красивые, но вот я показываю молодых девчонок симпатично. И он говорит, что на работе сидел, какой-то журнал листал. И журнал был, там какие-то фотографии пошли, израильская армия, там вот эти девчонки, значит, причем те, кто служил в израильской армии, они говорят, что на фотографиях совершенно не те девчонки, что реально служат, но не важно. В общем, короче, такие девчонки боевые, глаза на выкатю, там все. И он говорит, надо же, то ли Голливуд, то ли портнов компьютерского. Так что вы, я понял теперь, почему такая, как бы, вот вы еще в театральном, вы снимались, то есть вы актриса, вы, я понял, то есть вы на самом деле, как бы профессионально хорошо выглядите. Вы не просто человек, который как бы следит за собой, а вы каким-то более высоким стандартом это все измеряете, на самом деле. То, что называется ролл модел. Это правда? Да, для кого-то. Тебе у меня куча претензий, я никогда, знаете, я очень самокритична, и всегда мне хочется усовершенствоваться, и быть лучше и лучше. Ну, это понятно. Да. А вот, что вам народ пишет в комментариях, на фитнесовском канале? Там, там не обижают, гадости не пишут? Нет, нет, на фитнесе никогда нет. На фитнесе у меня ни одного плохого комментария вообще не было. А на втором? Жизнь в Голливуде, да, очень много обозленных людей, они разделились на две группы. Есть люди, то есть я, в принципе, моя идея для людей донести позитив, вот так им через экран, знаете, столько эмоций. Да, да, да. Вот чтобы человек посмотрел и стало ему хорошо. Я уже, я уже под влиянием, так. Это моя задача, но многие люди это видят почему-то наизнанку, и с какой-то, с такой стороны, я говорю, вы вообще где-то взяли, я вообще об этом не хочу говорить. Замешивают меня там в политические какие-то действия, я говорю, люди, стоп, я вас прошу, не надо. То есть, очень много плохих комментариев, очень много, и также много хороших, и даже некоторые люди, вы знаете, вот мне понравился один комментарий, девочка написала, говорит, Юля, у меня была страшная депрессия, я лежу, листаю этот YouTube в депрессии, не хочу жить, и попала, говорит, на твои три истории, вот я полностью рассказываю, что попала в Штаты, из трех частей состоит моя история. Она говорит, и когда я посмотрела, я поняла, что мои проблемы, вообще не проблемы, вот скачала и стала что-то делать, и жизнь прекрасна, спасибо тебе. Другие говорят, да, ты населила, надежду какую-то, то есть вот я вообще, я такой миротворец, знаете, у меня вот есть такая миссия, вот вселять людям надежду, говорить, ты сможешь, у тебя все получится, все будет хорошо, то есть я себя рассматриваю с этой позиции, а когда меня люди видят в позиции, как-то там, как-то такими словами называют, думаю, с чего вы это вообще взяли, но может быть, они по какому-то одному видео судят, не зная меня, как бы, знаете. А подписчиков много? Около пяти тысячи, по-моему, Неплохо, слушайте, а как давно вы занимаетесь этим? Life in Hollywood где-то четыре месяца вот так. И уже пять тысяч? Да. Это какой-то космический темп, это совершенно невероятно, это очень много за четыре месяца. Потому что вот у меня, вот 17 августа, день моего рождения, будет год моему каналу Best Body Club, и там тоже пять тысяч, ну, с копейками какими-то. И тоже, русскоязычные тоже? Да, да. А, ну то есть они как бы, я понял. То есть вот этот вот Life in Hollywood вырвался вперед и за три-четыре месяца набрало эти пять тысяч, что фитнес набирает год. Я понял. То есть, как бы, перепасовка идет с существующего канала. И в Фейсбуке, небось, там, да? Ну, Фейсбук есть, но я не могу сказать, что только некоторые люди с Life in Hollywood идут в фитнес. Они между собой как-то не очень, и только меньшинство. Не могу сказать, что я думала, что с одного канала на другой будут кочевать, но нет. Я когда там на канале говорю, ребята, там вот делаем такую рубрику с блогерами разговаривать, и сначала я говорю, ну, в общем, всех блогеров приглашаю, потом я понимаю, что не все смотрят, и я говорю, ребята, если кто-то есть интересный, давайте вы сюда, значит, там, советуйте. И вы не писаетесь, как много народу, сказали, вот там вот есть такая Юля. Да? Да, да. И я поначалу как-то, знаете, там еще первый человек, который написал, то есть у меня первое впечатление было от него, который написал. И он говорит, человек же в шелтере был. Я думаю, боже, какие-то кошмары. Ну, что такое? Потом мне говорит, еще Юля, Юля. А, я говорю, это из шелтера, это из шелтера, это из шелтера. Вот. И потом я пошел, посмотрел, я смотрю, но что-то у нас надо в шелтере такие, смотри. Вот. Вот. То есть вы как-то не производили впечатление чисто внешне такое. в шелтере, я знал людей из шелтеров, они, многие были с хорошим сдвигом по фазе, то есть туда тоже, как бы нормальному человеку не так просто еще попасть, то есть там, там много людей реально нездоровых, головой. Не то, что нездоровых, смотрите, когда вы переживаете такое, это очень большой стресс, во-первых, хочу сказать, попасть вообще только вот в приют, понимаете, это уже очень большой стресс. И ты действительно должен быть таким, знаете, духом, сильным человеком, чтобы все это вынести. И опять-таки же, не обозлиться на весь этот мир. У меня очень многие удивляются, говорят, ты как не обозлилась, как ты не стала такой, что ненавижу мужчин. Мне, если честно, еще помогла вера, поддержка церкви, очень сильная была поддержка, и это вера, и я на это смотрела не так, как на беду, вот что я попала в беду, а как на испытание, которое должно перейти, и это меня как личность моделирует, понимаете, то есть я на это по-другому смотрела. И еще вот, чем я себя успокаивала, тоже вот для тех, кто боится попасть в шелтер. Ребята, шелтер, американский шелтер, гораздо лучше, чем русская больница. Это 100%. Я лежала с ребенком в больнице, в детской. Это был такой ужас, что когда я попала в шелтер, там с чистыми, туалетами, с абсолютно нормальной кухней, и со всем. Это все очень терпимо было. А трудно попасть в шелтер? Вот я слышал, что, ну, у вас ничего у нас тут, вот в наших краях, что в шелтер еще фиг попадешь, что там спрос большой. Ну, смотрите, если у тебя нет ребенка, тебя, конечно, туда не возьмут. Туда берут, допустим, вот я позвонила в шелтер, говорю, я на улице с четырехлетним ребенком, что мне делать? Естественно, они меня сразу приехали и забрали. То есть, если ты без ребенка, если у тебя есть какие-то знакомые, ты где-то можешь прикантоваться или какие-то деньги. Я была без копейки денег, без знания английского вообще ноль, с четырехлетним ребенком на улице. И разговаривала я через переводчика, они предоставляли услугу, то есть, параллельно сделал переводчик на телефоне. И я думаю, что поэтому вот так вот все как-то быстро получилось и меня взяли. Хотя очень многие людей, кто пытается попасть, не могут. То есть, я оказалась везунчиком. Хорошо, Юленька, давайте мы так сделаем. Мы с вами тогда на сегодня попрощаемся, а то у меня сейчас и поэтминт уже резюме надо делать человеку. Значит, вам привет и большое большое спасибо. Я считаю, что у нас хорошая такая беседа появилась и я очень рад, что вас увидят ребята, я думаю, они получат удовольствие. И мужу привет и скажите, чтобы на руках носил. Вот такой носит на руках-то. А ему все так говорят. Как тебе повезло. Ты видишь, тебе как повезло. Вот. Еще и с собой куда-ет. Вот. Ну, в общем, короче, хорошо, что вы оставили все это, осталось все это позади и вы как бы живете такой жизнью, которые хотели бы жить, да? Да. Вот. Как американская You'll live your dream, да? Да. Поэтому это неплохо. Это у вас как бы и на лице написано вот эта вот энергетика ваша, это человек, который как бы он живет свою жизнь, она не чужую. Это очень здорово, это очень видно и я думаю, что это то, к чему мы все должны стремиться. И я как человек, который прожил много не своих жизней и в конце концов там зажил своей последние 20 лет, я хочу сказать, я хочу сказать, что я это очень вижу и очень ценю и очень хотел бы, чтобы ребята, которые вот на вас смотрят сейчас, чтобы они увидели это. Потому что мало, чтобы перед тобой что-то находилось, надо увидеть. Знаете, ходят и говорят, где opportunity, где она? Да, да. Где она opportunity? И вокруг него люди стоят и кайлом, понимаешь, золото рубит. Он где? Где opportunity? Где right place? Где right time? Хотя, единственный вопрос, где right people? Правда? Да. У right people всегда найдется их. Right time, да. Да. Ну что же, хорошо, я на самом деле так себе на прикладе сделал заметку пойти ваш этот фитнес изучать. потому что мне действительно какой-то толчок нужен. Я как-то давно собирался. У меня на этот год намечено New Year Resolution вот я делал. Я сказал, что в этом году я кардинально изменю нагрузки на свой организм. Потому что я когда-то спортивный был парень, я боксом занимался и самбо занимался и спортивное ориентирование по ночам там бегал по Подмосковью и там как-то я всегда был очень крепкий, подвижный парнищ. а сейчас что-то в Америке с этим стало сложнее действительно. В Америке виновата. Да, только я вас прошу. Автомобиль. Вы, автомобиль, точно. Вот я вас очень прошу, да, напоследок, вы просто посмотрите, что я там делаю, а сами начните каждый вечер по часу ходить, быстро ходить, не бегать, быстро ходить. Проблема. Мне жена говорит, пойдем ходить. Ну. А она медленнее ходит. Я бы, я бы, я-то быстро могу ходить, я могу очень быстро ходить. А я же не могу, она медленно ходит. Жена виновата, значит. Не то, что виновата, ну, или я должен один куда-то убежать, или я должен дома встать на тренажер, просто на нем походить. У меня есть тренажер, то есть. А, ну, обычно тренажер в Америке для того, чтобы вешать одежду. Ну, он примерно так и используется пока. У меня есть велосипедный час в день делайте и возьмите с гантелями и делайте упражнения на торс. Вот это вот вам пока что достаточно будет. Лучше, уже лучше, смотри, уже. Еще не начал, но уже. У меня и гантели лежат за спиной. Все, все вокруг лежит, но просто. Все условия, да. Хорошо, все условия. Юленька, спасибо большое, значит, ссылочки в комментариях и я с вами не прощаюсь. Хорошо, обязательно все. Счастливо, всего хорошего. Давайте.